Вот здесь уже редиска. Уже редиска созревает у нас тут. Рядышком, смотри, видишь фиолетовые листочки? Это такой базилик. Маленькая Лика – хозяйка экспериментальной грядки. Девочка и родители только знакомятся с садом. Плодородная земля или нет, еще не знают. Участок купили лишь в этом году. Со стороны бани, выход с веранды, здесь будет полностью зона отдыха. То есть качель, зона барбекю, мангальная зона и бассейн, соответственно. Участок ждет настоящее преображение. Тем более помощники есть. В семье Индаковых трое детей. Лика младшая. Землю Восенте удалось приобрести благодаря областному маткапиталу, который направлен на поддержку многодетных семей. Квартира, где жить, есть. Семья большая. Оставалось только место для отдыха. Поэтому выбор пал именно на садовый участок. И очень ждали, когда именно региональный маткапитал под это разрешат использовать. Вот дождались в августе месяце. Прямо проконтролировала все, когда вышел закон. И все, и сразу в этом направлении начала работать. Главное условие – участок должен располагаться в Челябинской области. А чтобы действительно помочь людям, в регионе решили расширить перечень, куда можно потратить маткапитал. Помимо покупки сада, им можно погасить ипотеку, сделать реконструкцию жилого дома, провести воду и газ, оплатить образование ребенка. У нас есть крупные общественные организации, которые объединяют многодетных семей. Мы с ними в постоянном контакте. И мы видим от них предложения. Мы анализируем те обращения, которые приходят в наш адрес, в рамках 59-го федерального закона. И исходя из этого уже формируем вот тот перечень, который сейчас на данный момент есть. Размер областного маткапитала сегодня составляет 104 тысячи рублей. Претендовать на него многодетная семья может только в том случае, если доход у супругов небольшой. На человека должно приходиться меньше 24 тысяч рублей. Елена Никитина, Сергей Олейник, 31 канал.